Добрый вечер, в эфире Вести Карачаево-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Рашид Тимрезов вновь избран на пятилетний срок полномочий. Накануне на очередной 27-й сессии Народного собрания Карачаево-Черкесии все 48 и 48 присутствующих парламентариев единогласно проголосовали за избрание на должность главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова, который руководит республикой с марта 2011 года. Подробности у Мурата Джанкёзова. В работе сессии приняли участие полномочный представитель президента России в СКФО Юрий Чайка, а также члены Совета Федерации, депутаты Госдумы России, члены правительства республики, главы городов и районов, руководители правоохранительных органов, представители духовенства и другие. Открывая сессию, председатель Народного собрания Александр Иванов сообщил, что президентом России были внесены три кандидатуры для избрания на должность главы Карачаево-Черкесии, депутаты Народного собрания Олег Жидяев и Ринат Акбаев и действующий глава Рашид Тимрезов. Каждый из них выступил перед собравшимися с приветственной речью. «Хочу от всего сердца поблагодарить каждого жителя нашей республики за ваше мирное души, если не у него в своей малой воле, патриотики. Наша республика – это не просто место, где мы родились и живем, это место, где живут наши родители, наши действия. Наша республика – это мы сами, и именно в ней воплощение всех наших надежд на самое лучшее будущее. Не в отдаленной, а в реальной, а в дознанной перспективе. Поэтому хочу заверить, что с вашей поддержкой я намерен сделать максимально возможным для своей Родины, в которой я искренне, в которой я дождусь и люблю всей душой. Для благополучия республики, чтобы отдавать все свои силы, знания и возможности. Перед ним у нас очень много работ и сложных задач, но в общем, мы все вместе, я абсолютно убежден, что мы все их предали. По решению депутатов, избрание главы республики проводилось тайным голосованием с использованием бюллетеней. Далее, после процедуры тайного голосования, председатель Народного собрания объявил результаты и сообщил, что из 48, все 48 депутатов парламента отдали свои голоса за Рашида Тимрезова. Затем состоялась процедура вступления в должность нового главы Карачаева Черкесии, в ходе которой Рашид Тимрезов в соответствии с Конституцией республики принес присягу народам Карачаева Черкесии. Глянусь при осуществлении полномочий главы Карачаева Черкесия республики уважать и охранять права и свободу человека и гражданина, защищать права и веру служить на государственную народу Карачаева Черкесия республики, соблюдая и защищая Конституцию и законы Российской Федерации, Конституцию и законы Карачаева Черкесии республики, стоять на страже и призма, и целостности Карачаевой Черкесии республики и поставить Российской Федерации. АПЛОДИСМЕНТЫ Спикер регионального парламента вручил избранному главе республики символы власти, штандарт и знак главы Карачаева Черкесии. Торжественное мероприятие по случаю вступления в должность главы Карачаева Черкесии продолжилось с выступлением полпреда в СКФО Юрия Чайки. Прошу депутатам высшего законодательного органа республики, независимо от ваших политических глядов, конфессиональной либо национальной принадлежности, быть союзниками главе региона и его ответственной работе. Желаю вам, уважаемый Арчет Борисович, успехов во всех начинаниях на благо республики и нашей великой Родины в России. Также главу республики поздравили председатель координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Хаджи Бердиев и архиепископ Пятигорский Черкесский владыка Феофилак. Духовные лидеры подарили Рашиду Тимрезову священные книги, Коран и Библию. Человек, он не сам по себе выходит на должность. Когда ему Всевышний позволяет, он тогда только идет и руководит. Дай Аллах вам, Рашид Борисович, и дальше руководить так же, как вы руководили. Мы все это прекрасно видим. Видим то, что творится у нас в республике. Изменения хорошие. Дай Аллах вам все это продолжать. Священное Писание об избрании говорит следующими словами. Не вы меня избрали, а я вас избрал, говорит Господь. И в этом смысле на каждого и здесь присутствующим, а в особенности на вас, Рашид Борисович, возлагается особая ответственность чувствовать это избрание. И избрал для того, чтобы твоими руками, твоими словами и твоими поступками делать дело правды, мира, справедливости и любви. В завершении спикер парламента от имени всего депутатского корпуса поздравил Рашида Темрезова с избранием на должность главы Карачаева Черкесии и пожелал дальнейшей плодотворной совместной работы на благо республики. Мурат Жантьюзов, Алибастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Также накануне глава Карачаева Черкесии Рашид Темрезов и полномочный представитель президента России ВСКФО Юрий Чайко в рамках рабочего визита в формате двухсторонней встречи обсудили текущее положение дел в экономике и социальной сфере задачи на ближайшую перспективу. Глава республики выразил слова благодарности Юрию Яковлевичу и команде полпредства за вклад в развитие региона. Мы стараемся выполнять все задачи, которые заложены в стратегических национальных проектов нашего президента Владимира Путина. И есть проблемные места, безусловно, над ними в том числе будем работать, отметил Рашид Темрезов. О ближайших планах на будущее после инаугурации избранный глава Карачаева Черкесии Рашид Темрезов рассказал нашему телеканалу. Прошу Борис Белевич, скажите, пожалуйста, какие приоритетные цели и задачи вы ставите перед собой, вступив в должность? Для меня были, есть и остаются самые главные приоритетные цели. Это те цели, которые ставят, национальные стратегические цели и задачи, которые перед нами ставит наш президент, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. И, конечно же, наши жители. Это улучшение качества жизни жителей Карачаева Черкесской Республики. Я хочу поблагодарить президента Российской Федерации за то, что он внес мою кандидатуру на рассмотрение парламенту республики, депутатов Народного собрания парламента, которые проголосовали, ну и, конечно же, в первую очередь, всех жителей нашей республики. Для меня ближайшая перспектива, ближайшие пять лет работы – это, в первую очередь, конечно же, чтобы чувствовать, слышать, видеть все те чаяния, которые сегодня, и те задачи, которые перед нами ставят жители. И я все постараюсь сделать, все, что от меня зависит, и я, и моя команда, для развития нашего родного региона, родного края в составе сильной, могучей и мощной Российской Федерации. Указом главы республики Рашида Темрезова, членом Совета Федерации от исполнительного органа государственной власти Карачаева Черкесии назначен Крым Казаноков. Также с сегодняшнего дня Аслан Озов, который работал председателем правительства республики, будет возглавлять отделение Пенсионного фонда России по Карачаево-Черкесии. А кандидатуру Мурата Аргунова глава республики Рашид Темрезов представил на должность исполняющего обязанности председателя правительства Карачаева-Черкесии. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь и гроза, днем в отдельных районах сильный, ветер восточный, 5-10 метров в секунду. Днем в горах будут порывы до 15-18. Температура ночи 8-13, в горах до плюс 7, а днем 20-25 и в горах местами до плюс 18. В Черкесске кратковременный дождь, днем гроза, ветер восточный, 5-10 метров в секунду. Температура ночью 10-12, а днем 23-25 градусов тепла. Спешите с 18 сентября в Кисловодском цирке уникальная программа «Экзотик-шоу Алибрувер». Радость бывает разной, но повод для нее один. Скидки до 80% в 5-8-5 золотой. 5-8-5 золотой. Дарите эмоции. Скоро в школу классные столы по классным ценам. Весь сентябрь от мебели белорусской. Ждем вас. Продолжаем выпуск. Глава Крачево-Черкесии Рашид Тимреза выразил слова соболезнования в связи с трагедией в Пермском крае. Крачево-Черкесия оскорбит вместе с Пермским краем, где сегодня произошла настоящая трагедия. В результате стрельбы в Пермском государственном университете погибли люди. От себя лично и от всех жителей республики выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Скорейшего выздоровления пострадавшим отметил он. И снова о выборах. Сегодня всего в населенных пунктах Крачево-Черкесии работал 251 избирательный участок. Накануне в третий день голосования свой выбор в пользу того или иного кандидата. Однако Государственную Думу и политическая партия сделали те граждане республики, которые в первые два дня не успели. Своё конституционное право реализовала и Алла Динаева, а также посмотрела, как проходят выборы. Песни Казима Хбыртова, Таулана Батчаева, Назбия Кущетерова, Виктора Печкова звучали в это воскресное утро для горожан. Избирательный участок номер 66 расположился в первой школе Карачаевска имени Джатая Байрамукова, пришедшие реализовать своё конституционное право. Могли здесь посмотреть поделки детей, которые занимаются в Доме детского творчества и работы мастеров ДПИ отдела культуры Карачаевска. Мы работники культуры, там где мы, там всегда радость, там всегда песни. Раз нет сейчас возможности устраивать концерты, приглашать людей, то решили вот здесь на открытом воздухе дать концерт для всех жителей и гостей города Карачаевска. Отложив все домашние дела, Фатима Урусова пришла на свой избирательный участок. Я выразила свою гражданскую волю, это для меня, чтобы какая у нас страна будет, как дальше развитие страны будет идти мне. Это очень важно. У меня дети, внуки, чтобы они жили в достойной стране. Участок открылся в 8.00, закроется в 20.00. Горожане очень активно проявляют свою гражданскую позицию. 133-й избирательный участок в ауле Каменомост расположился в новом ДК. Нынешние выборы впервые прошли в пандемийной реальности и во избежание угрозы здоровья избирателей измеряли температуру, предоставляли маски, перчатки и ручки. По спискам у нас 1836 человек. На данный момент, приблизительно я могу сказать, процентов 60 уже проголосовало. Выборы, прежде всего, для меня это исполнение гражданского долга, как гражданина России. А во-вторых, это, конечно же, мой выбор в пользу моих детей, потому что будущее для меня немаловажно. И, конечно же, хочется светлого, спокойного, будущего и мирного неба для своих детей. И, конечно же, процветание и стране, и проживающим днём людям. Самое главное. Выборы депутатов Государственной Думы. В Кубанском ущелье жители аула Фучкуланы Карджур провели с национальным колоритом. Хасамби Готов проживает в микроройне Московский. Проголосовать на избирательный участок Хасамби Мухаммедович пришёл в третий день выборов. Я работал, поэтому сегодня пришёл. В остальные придут, мои друзья тоже придут. И вчера ходили они. Мы придерживаемся санитарной эпидемической обстановки. Люди у нас приходят все в масках. Даём каждому ручку без нарушений. Сознательные граждане с удовольствием идут, голосуют. Это первые федеральные выборы, которые длились три дня. И ровно в 20.00 по московскому времени, 19 сентября, все участки закрылись. И затем данные стекаются в избирательные комиссии. Аладдинаева, Ислам Урумов, Вести, Карачаево-Черкесия. Сегодня в общественной палате Карачаево-Черкесии прошла пресс-конференция по итогам выборов. В ней принял участие член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Владимир Ряховский. Как было отмечено, участниками встречи выборы в республике прошли без нарушений. По всей Карачаево-Черкесии за ходом избирательной кампании наблюдали федеральные эксперты группа члена Совета по правам человека при Президенте России. По данным ЦИК, Карачаево-Черкесия вошла в число регионов-лидеров с максимальной явкой избирателей 78%. Сегодня председатель избирательной комиссии Республики Лариса Базалиева огласила предварительные итоги голосования по федеральному и одномандатному округам. Первое место по партийным спискам с результатом более 80% занимает «Единая Россия». На втором КПРФ чуть более 13%. Третью позицию заняла «Справедливая Россия» и на четвертом ЛДПР. Остальные партии набрали менее 1% голосов. Что касается выборов по одномандатному избирательному округу, то здесь явка составила 89,37. Проголосовало 266 878 избирателей. И победу по одномандатному округу одержал Узденов Джошабек Борисович, набравший 78,60. Это все весть, а прямо сейчас продолжение сериала «Подружатели». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...